Сегодня состоялась первая сессия краевого парламента нового созыва. Буквально вчера к работе официально приступил новоизбранный депутат Государственной Думы. Это наше время. Здравствуйте. Сегодня в программе будем подводить основные итоги недавно прошедших выборов. Гость нашей студии Ирина Акимова, председатель краевой избирательной комиссии. Здравствуйте, Ирина Леонидовна. Здравствуйте. Ну, прошел уже без малого месяца с момента выборов. Эмоции основные, скажем так, уже улеглись. И уже можно сделать какие-то окончательные выводы. В том числе в части нарушения, о которых неоднократно заявлялось в ходе избирательного процесса. Но достаточно вспомнить тех же якобы круизеров, которые у нас в индустриальном районе отличились. Что, кстати, после опровергла и сама Элла Памфилова, председатель ЦИК. И все-таки сейчас, на данный момент, есть ли какие-то конкретные подтверждения, реакция правоохранительных органов, реакция краевого избиркома на вот эти сюжеты? Знаете, в первую очередь, наверное, по итогам выборов я бы начала не с фактов, которые каким-то образом накладывают тень на итоги голосования. А вот как раз с добрых слов в адрес избирательного корпуса Алтайского края, жителей Алтайского края, поскольку около 800 тысяч жителей Алтайского края в день голосования пришли на избирательные участки, выразили свою позицию очень активным, серьезным, ответственным образом. И как раз основные результаты единого дня голосования, это как раз формирование представительных органов, начиная от федерального, краевого уровня и до уровня представительных органов муниципальных образований в Алтайском крае, которые на сегодняшний день представлены различными избирательными объединениями, теми кандидатами, которым именно избиратель в результате дня выборов 18 сентября доверил свою судьбу, по крайней мере, на ближайшие пять лет. Эта избирательная компания на территории Алтайского края шла в особых, очень конкурентных, на мой взгляд, условиях ряд избирательных объединений, большое количество кандидатов на разных уровнях выборов боролись додепутатские мандаты. Это, конечно, не могло не вносить категорию конфликтности, характера конфликтности в избирательную борьбу. И, как вы знаете, ряд моментов касались проведения дня голосования, в том числе обращений избирательных объединений по вопросам так называемого круизного голосования, иных каких-то форматов нарушения избирательных прав. То следует отметить, что избирательная комиссия Алтайского края в взаимодействии со всеми нижестоящими избирательными комиссиями 18 сентября попыталась предпринять максимально широкий спектр действий, в рамках которых могли бы быть пресечены любые виды негативных избирательных технологий. Начиная от такой техники, как вынос избирательного бюллетеня, продажа своего голоса избирателям за какую-то денежную сумму или иной формат вознаграждения, и заканчивая вот такими форматами, которые в литературе популярно получили название круизное голосование. Так вот, в настоящее время, конечно, по результатам первичной проверки, которая была у нас уже произведена 18 сентября, по тем роликам, фотоматериалам, которые распространены в сети интернет, в том числе, рядом участников и представителей избирательных объединений, каких-то фактов, связанных с отношением этих роликов к тому или иному избирательному участку, предварительных, не было установлено. Но вместе с тем, уже 18 сентября мы передали весь материал, который оказался в нашем распоряжении, в том числе материал, отслеженный по сети интернет, в прокуратуру Главного управления МВД России. К настоящему времени принято решение о передаче всех материалов в Следственный комитет в наше краевое управление и о проведении доследственной проверки по любым моментам, связанным с этим роликом, по фактам фальсификации избирательной документации и результатов выборов. Потому что, конечно, я думаю, правоохранительные органы, пользуясь той компетенцией, которая у них имеется, разберут по кусочкам все вот эти вот элементы, которые были представлены теми или иными лицами, заинтересованными в подобного рода очернение избирательного процесса на территории Алтайского края. То есть пока еще ждем результатов, получается. Ирина Леонидовна, ну вот из уст тех же наблюдателей, политтехнологов, также приходилось слышать о якобы вбросах, о затягивании подсчета бюллетеней. Вот такие факты имели место, обращались к вам с такими жалобами, и здесь уже наступила какая-то реакция? Письменные обращения поступали в небольшом количестве избирательной комиссии у Алтайского края, в нижестоящей избирательной комиссии. Но вообще я хотела бы отметить, что, наверное, нормально, когда день голосования проходит тоже в достаточно высоком уровне гражданского наблюдения. То есть когда наблюдатель видит, интересуется, обращает внимание на какие-то моменты, когда представители политических партий, кандидатов, члены комиссии с правом совещательного голоса тоже обращают на те или иные волнующие их аспекты. Это вообще замечательно, потому что для нас, представителей гражданского сообщества, гражданского наблюдения, это все-таки основные партнеры в плане чистоты, легитимности избирательной кампании. Но в целом я бы хотела сказать о том, что, к сожалению, сегодня ряд обращений носят, ну, несколько, такой, знаете, характер технологичный, я бы сказала. А именно, количество обращений увеличивается, при этом суть обращений, какие-то факты, которые указываются в обращениях, доводы, может быть, аргументы, они, к сожалению, практически нивелируются и никак не представлены. То есть вот якобы какой-то общий момент, без указания избирательного участка, допустим, или без указания конкретного действия. Поэтому, конечно, мы в этом видим и, ну, несколько такую определенную технологию забрасывания избирательных комиссий жалобами. Но вместе с тем, любое обращение, анонимное, возможно, не содержащее каких-то серьезных или глубоких фактов, обращение в сети интернет, любой факт. Вот мы отмониторили все видеоролики, которые прямо или косвенно могли бы касаться избирательной кампании на территории Алтайского края. Ведем эту работу в общероссийском масштабе совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. И пока я могу говорить ответственно о том, что каких-либо нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов на территории Алтайского края, либо не позволили установить избирком результаты выборов, у нас не зафиксированы. Ирина Леонидовна, помимо прочего, на нынешних выборах отмечался также такой тренд, как низкая явка. Ну и вы, в частности, отмечали, что явка 80-90% уходит в историю. Так ли это действительно? С чем это связано, на ваш взгляд? Ну и в целом, как наш регион смотрелся на фоне других субъектов Российской Федерации? Ну, конечно, наверное, для жителей Алтайского края показатель в 40% явки не является высоким. Все-таки наши избиратели, они привыкли к более высоким цифрам. Свыше 50%, как правило, всегда была явка в последние большие электоральные циклы, особенно на федеральных выборах. Но, наверное, уже многие со мной согласятся в плане того, что очень много факторов на самом деле влияет на уровень явки избирателей, особенно в сентябрьский день голосования. И поэтому, с точки зрения профессиональной оценки, я бы хотела сказать, что уровень явки на территории Алтайского края, на наш взгляд, достаточный для сентябрьского дня голосования. Более того, он не намного ниже общероссийского уровня явки, 47% в среднем по Российской Федерации. Конечно, он не такой, как в ряде Кавказских республик в составе Российской Федерации, где сложились, может быть, немножко другие традиции, другие подходы к участию в избирательной кампании. Все-таки мы регион со своим лицом, но если говорить о нашем лице в разрезе Сибирского федерального округа, то следует сказать, что в ряде регионов Сибирского федерального округа уровень явки намного ниже, чем в Алтайском крае. Поэтому я еще раз хотела бы сказать о том, что, безусловно, есть простор для работы, есть направление очень серьезное по информированию избирателей, по повышению явки избирателей на выборы для избирательной комиссии Алтайского края. Но вместе с тем мы должны, наверное, сегодня признать и высказать слова искренней признательности, благодарности тому активному корпусу избирателей Алтайского края, которые сделали свой выбор. Ирина Леонидовна, мне подсказать, у нас буквально минутка остается. Еще такой вопрос хотелось бы вам задать. Вот буквально уже сегодня стало известно имя нового спикера Алтайского краевого законодательного собрания. Вот как теперь будут выстраиваться ваши отношения, в частности, с наполовину практически обновившимся составом нашего краевого парламента, ну и с новым председателем? Какие перспективы? Я думаю, они будут выстраиваться в том же конструктивном, очень рабочем ключе, как это было и всегда, поскольку очень много полномочий избирательной комиссии Алтайского края пересекается с законотворческой деятельностью. Но и более того, половина состава избирательной комиссии Алтайского края назначается именно Алтайским Краевым законодательным собранием. Когда будет назначение новое? Ну вот практически к концу этого года, вот в течение октября-ноября месяца, Алтайское краевое законодательное собрание и губернатор Алтайского края приступят к реализации полномочий по формированию нового состава Краизбиркома. Спасибо вам большое, Ирина Леонидовна. Будем надеяться, что вы будете присутствовать также в новом составе и еще раз придете к нам в гости в нашу студию. Спасибо огромное за поддержку. О важных событиях и тенденциях прошедших выборов мы говорили с Ириной Акимовой, председателем краевой избирательной комиссии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин